вкусная радость приветствует вас здравствуйте все кто ко мне заглянул все мои любимые родные подписчики гости заходите подписывайтесь на сюда весело хорошо уютно и радостно не читайте гнусные комментарии я сразу всех блокирую так друзья сегодня будем делать праздничный кекс вот мне попросили сделать кекс родственники мои вот и я буду печь такой кекс для кекс нам понадобится мускатный орех имбирь как пряности и кардамол вот можно брать тубы и на любой вкус и для как говорится вкусноты и смака яблоки и мандаринки и так для кекса нам понадобится для теста стакан сахара 200 грамм маргарина или маслом пол чайной ложки соды 3 яйца пол стакана молока 2 стакана муки соль и немного сахара еще для посыпочки приступаем приготовлению нашего новогоднего ароматного душистого и вкусного кекса и так друзья приступаем разбиваем яйца ого ничего себе яйца ой блин молодец и страусиного так 3 яйца ай че себе шелуха так стакан сахара такс а че там такое было что-то было такое это что это что яйца такая кака так стакан сахара 2 яйца и взбиваем хочу я лишь неправильно сделала блин тормоз забыла делать кекс уже представляете ну ладно сейчас минуточку друзья что я наделала придется все это вместе взбивать надо было сначала с маргарин с сахаром затем по одному яйца вкидывать я уже привыкла на растительном масле делать ну ладно надеюсь все у нас получится вот меня сегодня очень сильно обидели комента коментаторы женщина просто меня оскорбила представляете что за мерзкая существо я всегда пишу таким людям что они своими постами проецируют сами себя но естественно конечно человек всегда что-то когда-то говорит он он всегда отражает самого себя поэтому если вам люди что-то говорят запомнить этот человек именно таков о чем он сейчас говорит так и есть даже за собой понаблюдайте за кем-то другим так и есть я уже это мои наблюдения ну короче дай бог ей счастье я ее заблокировала давайте сразу я посолю щепотку соли ну теперь все взбиваем до однородной массы друзья естественно конечно сейчас хорошо маргарин не забьешь он будет кусочками нет и не нравится хочу попробовать знаете что сделать хочу попробовать добавить немного муки да и посмотреть чтоб она немножечко как бы мука она как бы сделал привела в порядок это все чтобы такая кремообразная масса получилась сейчас я немножко добавлю посмотрим что у нас получится так ли это взобью ну вот друзья что значит опыт впервые я так делаю но я так просто сразу сообразила что получится отличная масса получилась нас такая хорошая гладкая теперь нам нужно молоко она конечно разобьется вот станет такая ну короче говоря слоение в любом случае будет но это пока сейчас я это все размешаю и забью и буду уже добавлять главное что у меня крупные куски маргарина разбились мне нужно было это потому что вот женщины которые готовят неправильно кексы они как попало забрасывать маргарин и потом такие вот текстура такая неправильно у тебя у кекса и он не такой вкусный получается сейчас я взобью молочко взобью молочко размешаю хорошенько так друзья у меня небольшая загвоздка да не знаю как это сделать здесь кардамон у меня да мне нужно взять семечки кардамона внутри вот такие семена вот такие семена и мне нужно их разбить дело в том что у меня не в чем шкурку эту выбрасываем хорошо ее в напитке оставлять конечно цельную можно не попрошить но в тесто хорошо вот я сейчас попробую вот здесь вот так вот раздавить нифига у меня не получается блин тюрьма ну подскажите мне что у нас что у нас у меня есть вы знаете да я там пряности у меня такие которые не добавляются в пироги понимаете поэтому все это оно же моментально запах будет а мне это не надо мне нужно вот это только семечко да мальчик зараза мелко не добиться ладно аромат вообще не обыкновенный просто потрясающий просто суперский сейчас этим полукругленьким попробую но лучше немножко растереть понимаете что так ну все хорош колбасится так так тут совсем немножко так достану сюда высыпаю муку вот вам видно да вот так муку я высыпаю аромат аромат вообще это нечто теперь берем убирь соду сюда же гасить не буду так тесто у меня будет стоять поэтому оно начнет работать когда вот столько мы добавим убиря ой ой какой дух я не могу это просто нечто как же все это люблю почему это ж так волшебно все пахнет что за растение таких тоже создал эту вкусноту мускатный орех его немного чуть-чуть буквально все так ой я сейчас еще корицу добавлю а нет друзья корицу я посыплю сверху с сахаром точно так не забыть бы сейчас я положу ее сразу сюда а то я точно забуду вот корица и ложу ее рядом с сахаром сразу же так ну что прошу прощение что я задерживаю вас хотя вы ко мне пришли в гости никуда не торопитесь токс убираем пряности дух необыкновенный такс и теперь мы вот эти вот полтора стакана вот сюда рассеиваем обязательно друзья кто ко мне зашел впервые и мало что понимает выпечки муку надо всегда просеивать не ленитесь даже если у вас нет таких штук просто через дуршлаг главное чтобы мука обогатилась кислородом и пролежни у нее исчезли мука имеет свойство слеживаться понимаете это плохо но это как бы такая вот спитана ее надо значит научиться именно так и делать только я неправильно конечно начала но смотрите у меня на канале без проблем все взбиваю до однородности дуршлаг 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 я сказала это будет другой кекс но тоже будет очень вкусный поэтому друзья экспериментируйте не бойтесь кекс это замечательная выпечка как можно как большой делать так и маленький еще немножко взобью друзья для тех кто не сведущ тесто на кекс называется масляный бисквит вот и вообще кекс можно назвать масляным бисквитом вот поэтому кто не знает сообщаю вам об этом что самое главное в этом тесте самое главное в этом тесте чтобы оно получилось кремообразным вот смотрите вам видно четкая гладкая эластичная шелковая структура теста должна быть точно повторять крем и даже на вкус она похожа на крем очень вкусно я раньше постоянно чавкала этот крем друзья сейчас я сразу да точно опять забываю все уберу здесь сегодня буду делать в форме сковороде вот в такой сковороде я буду выпекать поэтому сейчас я быстренько смажу форму смазывать можно растительным маслом посыпать мукой я буду маргарином смазывать и посыпать манной крупой друзья новогодний кекс у меня будет в виде пирога потому что такой заказ захотели с яблоками поэтому я делать буду чтобы широкий вверх сейчас сразу расстойка будет здесь я уже говорила что я заметила что расставить лучше в форме тесто работать и продолжала работать в самой духовке замечательная структура тесто получилась вообще в этой форме кстати по моему ни разу не пекла я точно утверждать не буду может быть когда-то давно хотя вряд ли у меня была другая форма как бы мне тут не повылазило из нее надеюсь она не маленькая блин привыкла печь в кекснице ну ладно будем смотреть уже что у нас тут получится будем размазывать какой душистый какой душистый не добавляйте ванилин если вы будете добавлять кардамон не портите изделие кардамона можно добавить больше можно вообще один кардамон положить это просто не обыкновенный аромат просто я вам даже это передать невозможно ощущать чувствовать тесто 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 консистенции структура консистенции как разница нормально глубина нормальная думаю все получится у нас смазать еще можно так растерянным маслом маргарином посыпать панировочными сухарями либо мукой если ничего нет либо манной крупой как я я привыкла манная крупа такая классная штука она от готового изделия просто легко обтряхивается поэтому очень удобно мука она может где-то там в складочках застрять белесость такую некую придавать крупа она свободно отовсюду вываливается шарики выкатываются такс пока у нас тесто будет расстаиваться да обязательно никогда не торопитесь лучше загодя сделать на 15-20 минут выпечка прежде чем впихать туда полуфабрикат она должна обязательно постоять это такое волшебное действо это очень много зависит от того какое будет у нас потом блюдо пока у нас расстаивается да я порежу яблоки мандарины итак друзья приступаем одна проблема у меня была тупые ножи такс мандарины я буду класть прямо с кожурой так не знаю что у меня получится все как говорится экспромтом немножечко вдавливаю сюда их в тесто такс вот так так ну и поехали яблочки яблочки с кожурой почему с кожурой потому что потому что такие купили потому что я бы такую кожуру обшистила но хозяин барин здесь уже как говорится что вам в голову взбрело то и делайте так так что толстоватый Так, эдакий разбег яблочный. Так, у меня тут еще мандаринки есть, а куда их тут впихнуть? Не знаю, что получится. Да по барабану еще. По барабану еще, по барабану, барабану, барабану. По барабану, по барабану. Что-нибудь да получится. Думаю, она хватит, да? Да, то что-то слишком много тоже будет для листа. Хорош? Хорош, хорош. Хорош, первый жук, хороший. Так, все. Все, теперь мы, нам нужно намешать сахар вместе с корицей. Добавляем, сделаем, да, мокрое, все. Что-то немножко. Так, только вот поверх посыпать немножко. Сколько тут наверх хватит? Три ложки наверх хватит. Засыпать же. Да, духовку я включила, я сказала, да? Или не сказала? Ой, хватит. Корица немножко, не переборщите, чтобы она не убила все остальные ароматы. Это важно. Это важно. Так, перемешиваю ручками, и ручками также буду сыпать. Вот этот сахар должен так закарамелизоваться. Я уже вам говорила, что я так делать люблю. И он такой, во-первых, пирог становится особенного такого цвета. Во-вторых, аромат такой карамельный. В этот раз я не знаю, что получится, потому что вот так вот мандарины я наложила впервые. Как они тут себя поведут? Может, они сок дадут, все потечет? Я вообще не представляю, что здесь будет. Ну, короче, будем надеяться, что Вселенная нам поможет, чтобы этот эксперимент у нас удался. По-моему, это много даже. Сахара насыпала я много, да? А, блин, что я наделала? Тормоз. Ладно. Так, ну все. Сейчас духовочка разогреться, и мы поставим туда. Итак, друзья, духовка у меня разогрелась на девятке. Переключаю на семерку. Сейчас покажу вам пирог на начальное, полуфабрикат на его стадии. Вот такой. Да поможет нам Вселенная, чтобы он не испортился, был вкусный, замечательный, красивый, ароматный, душистый, пропеченный. Пусть наш кекс новогодний будет великолепным. Все, вставлю в духовочку. Ну, пропекаемость надо смотреть, протыкая его ножиком или палочкой какой-нибудь. Вот. Я такой шпажкой протыкаю. Сейчас покажу. На ней шашлычки делаю. Делала. Вот такой шпажкой протыкаю. Так вот. Только не во фрукты, а в тесто, в самый такой толстый. Все, да поможет нам Вселенная, будет вкусно, пропеченный, румяный. Ароматный, душистый. Не обыкновенный новогодний кекс. Ну, наверное, 30-45 минут точно. Итак, друзья, вынимаем наш кексик новогодний. Так. Немножко тут все сдвигала. Я тут не одна, потому что выключаю. Надеюсь, что он пропекся. Я не знаю точно. Но надеюсь, что он пропекся. Я не знаю, сколько он выпекался. Смотри, какой красивый. Сейчас я еще разочек проверю, на всякий случай. Другой потоньше. Сюда вот сейчас залезу. Что это? Это, чтобы сухое-сухое было. Ой, тихо не падай. Здрасте, ваша тетя. Все, все отлично пропеклось. Все, я вынимать не буду. Вот он уже готов. Вот такой красивый. Видите, как он блестит? Это за счет того, что сахар. А душистый, вообще аромат необыкновенный. Красивый рождественский кекс у нас получился. Немножко лопнул. Хотя это не лопнутое. Это яблоки. Вот. Друзья мои, готовьте в удовольствие. Желаю всем кулинарного вдохновения, радости бытия. Благодарных едоков. Друзья мои, ходите по ссылочкам. Ставьте дизлайки, ставьте лайки. Звоните в колокольчик, чтобы все видео новые были у вас переньки. Делитесь в соцсетях. Оставляйте в плейлистах мои рецептики. Очень вкусные. Всех поздравляю с наступающим Новым Годом. Желаю бодрости, добра, хорошего самочувствия, радости бытия. Люди, не пишите гадости. Научитесь быть счастливыми. Вот если вы хоть раз сдержите себя и не напишите гадость, вы уже будете счастливы. Понимаете? Поэтому уже будет это ваша победа, что вы сдержались. Лучше отожмитесь от пола. Или попрыгайте на скакалке. Или просто пойдите погуляйте. Не пишите людям гадости, пожалуйста. Будьте добрыми. Если у вас не получилось, это в этом году. Постарайтесь научиться сделать это для себя и для других. Тогда посмотрите. Весь мир будет вам улыбаться. Всем желаю доброты, радости, счастья и долгих лет жизни. Всего доброго, друзья. До встречи. Чао-какао. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok